Вечером все только начинается. За окном темнеет, а в окнах музея зажигается свет. И те, кто спешит на этот огонек, точно знают, что здесь, как всегда, будет интересно, познавательно и просто душевно. В афише «Ночь искусства». Челковский историко-кроведческий музей давно вышел за рамки работы по своему прямому предназначению. В его стенах объединилось все многообразие видов искусства. Традиции русской культуры в разделах постоянной экспозиции. Классическое изобразительное искусство в сменяющих одна-другую выставках. Здесь часто звучит музыка, а выставочный зал может превращаться в театральные подмостки. И все это было в этот вечер. «Ночь искусств» и «День народного единства» всегда идут рядом. А в этом году мероприятия и ежегодные культурные акции официально приурочены к государственному празднику и посвящены теме традиций нашей большой многонациональной страны. Таких разных культурных традиций, которые нас объединяют. Искусство – это нечто вечное. То, что всегда объединяло людей, всегда будет объединять, несмотря на принадлежность людей к разным национальностям, к разным культурам, вероисповеданию. Все равно есть в искусстве нечто такое, что понятно абсолютно для всех людей. В рамках «Ночи искусств» взрослых и детей собрала интерактивная экскурсия «Крестьяне. Первые ткачи Щелковского промышленного края». Она, кстати, основана на новом разделе постоянной экспозиции, с которой можно ознакомиться в любой день работы музея. Ее же экспонаты были призваны помочь участникам викторины, посвященной крестьянскому быту и народным промыслам. Но если с лаптями, серпом и валенками проблем, как правило, не возникало, то ответить, например, чем отделяют зерна от колосьев, в отведенное время смогли не все. И все-таки призы своих обладателей нашли. В выставочном зале музея сегодня развернута выставка работ знаменитой художницы, мастера гравюры на картоне Ирины Воробьевой, авторскую экскурсию по которой провела художник-график Марина Лазарева. Лучшие творческие годы Ирины Воробьевой прошли на Щелковской земле, но она много ездила по республикам Советского Союза, посещала зарубежные страны. Эти путешествия нашли отражение в ее творчестве, а путевые заметки публиковались в районной газете. Ну тут вот есть работа и последней Азии, можете посмотреть. Она попала в эту среду и была потрясена, видимо, вот этими яркими всплесками радостных вот этих вот сочетаний, понимаете, вот необычностью и чистотой красок. Марина Лазарева познакомила гостей и со своим творчеством, а она работает в технике медсетинта. Большой интерес, как всегда, вызвала демонстрация технологии рождения гравюры. Что, получилось? И мы начинаем нашу скромную, немного где-то хулиганскую постановку по названию «Руками не трогайся». Не будем забывать, что этой осенью Щелковский историко-кроведческий музей отмечает 55-летие. Специально для музейщиков Щелковский любительский театр «Атмосфера» представил тематическую постановку о том, как видят актеры работу сотрудников музея, как, на их взгляд, решаются проблемы в музейном коллективе. Представил зажигательно, иронично и музыкально. А Комитет по культуре и туризму под аплодисменты благодарных гостей поздравил каждого сотрудника. Тема «Объединяющий силы искусства» красной нитью проходила через программу «Ночи искусств». Только вместе мы сможем преодолеть любые испытания и победить любого врага, уверен сотрудник музея Рустам Хабибуллин. Зрителей Щелковского телевидения он поздравил с Днем Народного Единства. Живут в России разные народы с давних пор. Одним тайга по нраву, другим степной простор. У каждого народа язык свой и наряд. Один черкеску носит, другой надел халат. Один рыбак с рождения, другой оленевод. Один кумыс готовит, другой готовит мед. Одним милее осень, другим милее весна. Но Родина, Россия, у нас у всех одна. Вместе мы сможем все и даже больше. Бергаля Бескэщ, что в переводе с датарского, вместе мы сила. Искусство – это тоже сила, это объединяет, сделает нас сильнее, крепче, дружнее. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.